Добрый день. Здравствуйте. Отделение ГАИ, лейтенант Коваленко. Лейтенант Коваленко? Так точно. Шановный населенный пункт. Можно посмотреть. Действительно, Коваленко не. Конечно, можно. Вы уже знаете, уже неоднократно. Коваленко не знаю. Знаете? Давно, наверное, встречались, не помню. Знаешь, давно встречались, раз не помню. Пожалуйста. Коваленко, Олег Владимирович, до 12-го года. Я вот смотрю, у вас там погоны видно, а вот здесь вот не видно как-то, наверное. На чем? Ну, министр сказал недавно, что жилеточка под погонами, значок на видном месте. Мы уже сколько проехали, несколько городов, и так все красиво у всех. Я хорошо понял, не будем отвлекаться на улице. Вы же сами видите, как вы видите на улице. Нет, нет. Причем здесь ветер в форменной одежде. Причем здесь ветер в форменной одежде. Вы хотите сказать, что вы правы? Вы не правы. Если хотите по этому поводу дискуссировать, значок грязный, как будто в помоях каких-то был. Ладно, хорошо. Все, хорошо, проехали. Слушаю причину остановки. Швидкий режим у населенного пункта. Я не нарушил. Вы не нарушали? Нет. Шановные, ну, на жаль, данный прибор висотня видеофотофиксации. Но в целях вашей безопасности... Нет, в 33-м приказе такой есть, не отменен, насколько я знаю, правильно? Это у нас... Беркут. Беркут, да? Да. 112. Ну, для населенного пункта это слишком большое нарушение, я вам скажу. Большое? Да. Тут надо протокол составлять. Большое? Несите протокол, составим, да и все. На 52 километра превышает... Ну да, тем более, это даже не 255 гривен, это как минимум 300, там... Я не помню, 255-300, а потом еще... Давайте составим протокол. Скажите, будь ласка, а у вас на прицеп документы все имеется? Нету. Только на машину. На прицепе что надо? Конечно. Не, на прицеп нету. Я сейчас смотрю, что он у вас не предусмотрен, не подключил. Ну да, не подключил. Куча нарушений. Надо составлять 100%. Готов? А что так вы вздыхаете? Нет, ничего, то я так освою. Ну, готов, да. Несите протокол, там 2, наверное, составлять будем. 126-я, это же, если прицеп... Правильно, документов на прицеп нет, 126-я. И 122-я часть первая по Беркуту. А постанову одну можно выписать по 126-й. Ну, правильно? Там же так вроде. Можно по более грубее нарушения. Ну да, я же подсказываю, просто, может, вы не забыли уже. Да не, спасибо, я знаю, что вы с этим тоже столкнуетесь постоянно. Ну, стараюсь, да, запоминать. Об этом. Документы приготовлю. А, да, ну все же, конечно. Просто покачить, не надо мне давать ее в руки покачить. Водия? Да. А, так оно у меня есть, потому что не у тебя без посвечения. Да, я же не думаю, что так фарсманы подоржал. Не, ну я же достал, думаю, что... Да оно у меня есть, что? Остается, безусловно. Все, бачу. Виталий Анатольевич, ну вот вам, я так понимаю, нравится провоцировать, да, работников ГАИ? А в чем провокация? Для вас... А в чем провокация? Ну вы же здесь ездите уже не первый раз. Ну, к другу езжу часто эта дорога. А в чем провокация, я не могу понять. Ну смотрите, а вам нравится останавливать водителя и провоцировать их? Вот вы сейчас меня остановили и провоцируете. Могли бы не останавливать, и провокации бы не было. Провоцировать на что? Ну вы останавливаете и провоцируете меня? Ну вот я здесь для того-то и нахожусь, чтобы не провоцировать. Так а я для того и еду, чтобы не провоцировать. А для того, чтобы предупредить вас, что не выконание выморченного законодавства в сфере безопасности дорожного руха? Так а в чем проблема? Не ставите под загрозу своей життя-то здоровья. А чем? То, что у меня нет документов на прицеп? Тем, что вы превышаете скорость. Так я не превышал скорость. Я хочу в суде доказать то, что я не превышал скорость. Вот этот прибор, я не знаю, может, вы сняли скорость, он зафиксировал. Я знаю, он фиксирует скорости любых автомобилей. То есть, едет поток автомобилей, вот сзади меня кто-то может ехать, или передо мной. Там секунда разница, показывайте время. То есть, ездишь в прибор к рукам, насколько я знаю, там очень серьезно. Там лазерные наведения, да. Там не поспоришь. Вот потому я и говорю, что очень жаль, что нет видеофотофиксации в данном приборе. А чтобы сохранить ваше здоровье, отнеситесь более серьезней. Ладно, хорошо. Я так понял, вы протокол по 12-й части 1-й не хотите составлять, потому что у вас нет доказательств, да? Ну, а если водитель согласен, так как бы, министр говорит, если не согласен, да, а если согласен, то в чем проблема? Ну, есть же такое, как и попереджение, правильно? Вот на данный момент я вас предупреждаю, чтобы вы более серьезно не отнеслись. Статья 22-я Кодекса административных правонарушений предусматривает попереджение, да. Даже замечание, попереджение это 26-я. Но она предусматривает себе, если бы я превысил скорость приблизительно там, ну, на 20-25, там предусматривает. Но так как я смотрю, если вы же показываете мне эту скорость, я вот, допустим, не согласен, что это моя скорость. Если вы скажете, скорее всего, это не ваша, то это понятно, без протокола 100%. А если это моя, и вы говорите, что это 100% я, и предупреждаете мне, я не согласен. Я хочу, допустим, апеллировать в суд, прийти и сказать, так и так, вот остановили, ехал с разрешенной скоростью, есть свидетели. Сами прекрасно. Я не понимаю, честно. Находясь за рулем данного транспортного средства, вы несете эту ответственность за... Это 100%, да, но я ехал с разрешенной скоростью в населенном пункте, а именно 62, максимум 63 километра. Увидел табличку в населенный пункт, сбросил скорость, проехал его и поехал дальше. С разрешенной скоростью на этом участке дороги 90 километров в час, до 90 километров в час. Насколько я помню, по-моему, так. Далеко подержите? Ну, Мелитополь. Ну, что далековато? Ну, как далековато, относительно. Берите себя подождите. Я понял, ну, это моя скорость? Не, я просто хочу уточнить. У нас в любом случае какая-то... Если эта скорость не моя, то действительно протокола не надо. Просто, может, вы ошиблись. А если эта скорость моя, то нужен протокол, и я хочу... Вот я не хочу ехать и думать, блин, я предупредил... Ну, вот предупредили меня, вот съеду. Предупредили, потому что... Так а как? Я понял, но... А я говорю, что скорость не моя. За что меня предупреждать? Ну, за что? Вот подумайте сами, за что меня предупреждать, если скорость не моя? За что? Обидно, водитель поехал, тот, который нарушил Со спокойной душой остановили меня Почему меня? Потому что считаю, что скорость ваша Если считаете, давайте зафиксируем это Это нормально, это нормальная практика Ставим протокол, я приду в суд Постараюсь его оспорить Потому и говорю, что так как нет видеофотофиксации Я вас предупреждаю, чтобы вы берегли себя И свое здоровье Я же за что вам говорю, что если вы считаете, что я нарушил Давайте это все решим в правовом поле А не просто предупредить, да, вы предупредили Ну я не согласен Давайте в письменном виде предупреждение 26-я статья предусматривает это предупреждение 22-я это замечание, 26-я предупреждение Она в письменном виде Можно 125-ю? Тем более вспомните, давно протоколы не писали Ну я так думаю, нет, я предполагаю Я не в обиду вам скажу На вас давно не писали Да не на меня в общем На, перестаньте, писали, были На вас когда-то писали Давно уже были, были Ну я не провоцирую, ну честно не провоцирую Хочу, хочу диалога Ну в чем провокация моя, скажите, ну в чем Я сижу, я не грублю, спокойно Я требую, я требую только выполнения закона В чем провокация? Ну, так же самое я скажу Зачем вы останавливаете водителей, вы их провоцируете? В чем моя провокация? Еду себе, не нарушил ничего Вы говорите, я нарушил У нас есть, для этого у нас суд есть Суд или руководство ваше Ну у меня же есть, у гражданина есть разные варианты Оспоривания По первому варианту я могу обратиться Подать клопотание и обратиться к вашему руководству Которое уже рассмотрит, чтобы не вы выносили постанову здесь По другим вариантам у меня есть суд дальше Если ваше руководство все-таки посчитает Нужно выписать постановление Ну, ладно, честно Ну, давайте что-то решим по этому поводу Если вы согласны, что скорость может быть не моя То без проблем Всего доброго На все доброе А с прицепом что делать? Те спрашивают, брать, давай документы Я серьезно говорю, я говорю, не надо как-то документы Ну что, прицеп старенький Отпускаете так? Ладно, я понял, хорошо Не буду вас задерживать До свидания До свидания